Стать супергероем просто. Двери в виртуальную реальность открывают спайсы. Возвращаются не все. Несколько подростков рассказали, что после употребления курительных смесей они оказывались по ту сторону монитора. В поисках выхода шли к свету. И пока их сознание под воздействием синтетического наркотика боролось с компьютерными монстрами, друзья пытались удержать тело. Мамочка, я боюсь! Мамочка, я боюсь! Но если рядом никого нет, то удовольствие может встать в трагедии. Сегодня психиатры связывают рост суицидов подростков с употреблением курительных смесей. Нарушение восприятия себя и внешнего мира. Соответственно, человек, что называется, выходит в солнце. А происходит это где-нибудь на девятом этаже. Синтетические наркотики лежат чуть ли не под ногами прохожих. Такие объявления на асфальте разбросаны по всему городу. Купить спайсы – дело получаса. Вы позвонили в интернет-магазин «Кармашка». Спайсы можно купить у вас? Да, Чернышевску подъезжаю. А через сколько? Подъезжаю сейчас. Новые виды спайсов изобретают каждый месяц. Госнаркоконтроль не успевает вносить их в списки запрещенных. Колесо согласований вращается слишком медленно. Наркодилеры это знают и торгуют почти открыто. Хотя и играют шпионов. До места нас вели по телефону. Маршрут давали от точки до точки. На Фурсанскую 60, там в Таврический сад заходишь, потом звони мне. В Таврическом нас отправили в самый дальний конец парка. А в Таврическом у входа? Проходишь 200 метров вперед, потом поворачиваешь налево, идешь до деревянного мостика, а там стоишь дин. В указанном месте ожидают сразу несколько продавцов. Вот они, на другом берегу пруда. Сделка занимает секунд 20. Деньги, товар. Никаких вопросов. В этом пакетике спайсы купить эту заразу так же просто, как и пачку сигарет. Дилеров не интересует ни возраст клиентов, ни последствия употребления курительных смесей. За дорогу в никуда. Они берут недорого. Всего 500 рублей. ФСКН сообщили, что вещество, которое мы купили в Таврическом саду, пока не внесли в список запрещенных. Видимо, поэтому продавцы и не боялись торговать по телефону. Жертв пристрастий к спайсам начали считать после массовых отравлений. В сентябре от курительных смесей умерли 25 человек. 700 оказались на больничных койках. Но в психиатрических клиниках статистику начали вести еще раньше. Вчера этого еще вообще не было. Да, эти больные страдающие люди и психиатрические, наркологические лечебницы сейчас, в общем, такими больными достаточно плотно заполнены. Создатель спайсов Джон Хаффман. 20 лет назад он синтезировал химический реагент, который назвал в честь себя JWH. Сегодня спайсы конкурируют с героином и метадоном. Слишком дешево. Слишком доступны. Получилось, что если при стоимости пакетика на тот момент 500 рублей этого спайса, то в их бухгалтерии, которую мы обнаружили совместно с сотрудниками правоохранительных органов, эта точка где-то зарабатывала в сутки, по-моему, что-то около 100 тысяч рублей и больше. Это список торговых точек. Его составили участники проекта МСБ. До лета этого года в Петербурге было 28 мест свободной продажи спайсов. Общая годовая выручка превышала миллиард рублей. Благодаря работе ФСКН, полиции и активистов сегодня все точки закрыты. Многие магазины брали штурмом по нескольку раз. Торговцы упорно возвращались на насиженные места. Ведь прибыль от бизнеса заоблачная. И наркодилеры отказываться от нее не собираются. Продавцы спайсов, впрочем, как и других дизайнерских наркотиков, стремятся в интернет. Безопаснее, да и прибыль по сравнению с обычными торговыми точками значительно выше. По данным экспертов Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, доход только одного интернет-магазина составляет около 4,5 миллионов евро в год. ФСКН считает, что они должны иметь право самостоятельно и быстро запрещать оборот новых психоактивных веществ. При этом нарушители запрета должны нести уголовную ответственность. Это синтетический наркотик, ужасный, страшный, самый опасный из всех самых опасных. Вот, ну у нас почему-то, если ему сказать, что вот это героин, многие скажут, нет, героин не буду. А если ему это скажут, курительная смесь, благовонная роза, он скажет, это же не героин. По мнению борцов со злом, психиатров и наркологов, для победы над курительными смесями одних законов мало. Нужно, чтобы в обществе возникло презрение к наркотикам, чтобы они перестали быть модным атрибутом. Продавцы смерти будут предлагать товар до тех пор, пока есть спрос. Елена Болдышева, Пульс, Города. Елена Болдышева, Пульс.